Ура, ребятки! У нас что-то император тут пожухал надолго, куда-то он пропадал, но вот новый видос вышел, и, конечно же, я тут как тут готов, так сказать, снимать свою эрекцию. Значит, поскольку доллар стал больше 80, я просто всем хочу сказать, что теперь на моих стримах вообще невероятная акция-констракция, видосы можно реквестировать 10 рубчинских за минуту. Поэтому, соответственно, обязательно врывайтесь на стримы, вот, и, как говорится, давайте тут чилить, хуилить и так далее. Спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, подписывается на канал. Да, я забыл сказать, что теперь мы на Моисея Великанов резерв переехали, потому что на третьем, к сожалению, произошел жух по причине жмурки, так сказать. Вот, я решил посмотреть фильм прямо на Ютьюбе, это плохая идея была. Вот, значит, поэтому, да, ребят, если у меня какие-то каналы будут меняться, чтобы вы потом не терялись, вам имеет смысл подписаться на рассылку ВКонтакте и в Телеграм, кто еще не подписан. Спасибо тем, кто заходит на стримы. Ну, конечно, донатерам самое огромное спасибо, на это видео задонатил никто. Ну, будем надеяться, что сейчас за счет этой реакции чуть-чуть побольше будет людей на стриме, ну, и они уже какие-нибудь свои, может быть, видосы накидают. То есть, вот на это примерно я рассчитываю. Ну, а кто смотрит в записи, ребят, тогда, пожалуйста, уж прокомментируйте что-нибудь хотя бы. Еще раз всех приветствую. Ну, что ж, сегодня мы поговорим немножко на тему покойного ныне гитариста Даймба Гдаррелла. Дело в том, что очень часто просит меня в комментах что-то про него рассказать. Ну, господа, естественно, я уже сказал много-много-много раз, что он прекрасно умел играть металл. Прекрасно. То есть, все мощно, четко, напористо и так далее. Но постоянно эти комменты, постоянно разбери, разбери, разбери. Господа, смотрите, во-первых, я как бы в плане металла все-таки больше рос именно на Хэтвилдит. Я бы это уже много раз говорил, потому что Пантера немножко мимо меня прошла. Ну, я думаю, такое. Если говорят постоянно одно и то же, разбери, 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 значит, что будет много просмотров на разборе. Значит, что имеет смысл его делать. Ну, дальше что? Ладно. Ключок это послушал, мне понравился материал, но потом, когда я захотел покаверить, там оказалась проблема со строем. Я думаю, что не все, может, знают, но там ЛЯ строилась не 440 Гц, а, по-моему, 425 или 432. В общем, это было для меня лично таким немножко геморроем, поэтому я не стал как бы много их снимать. Металлику я всю вдоль поперек переграл, все кирифочки и так далее, но с Пантерой знакомы много меньше. Тем не менее, естественно, включив сразу, я помню, что гитарист зарубал убойно, четко, мощно и, ну, как бы, опять же, мне нужно вам что-то ответить. Поэтому давайте посмотрим на пару фрагментов и посмотрим, насколько это вообще соответствовало тому, что я постоянно в своих видосах рассказываю, что нужно высекать мощно, четко в гитару, чтобы не скрипело, не шуршало, убирать громкость в паузах и так далее, и так далее. Ну и вибраторы, и высекание, и все остальное. Давайте посмотрим на пару фрагментов. Погнали. Ну вот, даже по этому коротенькому куску уже видно и слышно, что рубка, как говорится, по канонам. То есть, получается, звуковечение в гитару, все резко, четко, с самым кончиком. Опять же, когда вам рассказывают про то, что нужно играть, типа, с глубокой загрузкой, так умеют играть единицы, нет, еще раз нет. Эти люди в металле не понимают ничего. То есть, те, кто реально зарубает метал мощно, тот же самый Хэтфилд, Джефф Уотерс, вот Пакоин Даррелл, всегда игра идет именно с самым кончиком, четко, резко, без закапываний, без недостроев и прочей бредятельной. Дальше, получается, вибрато четкое, резкое, взрывное, то есть, не измученный Хэмми, вот это вот слэш и всякие прочие, а все готовится. То есть, я в плане рифа, конечно, могу ошибаться, потому что я риф разобрал буквально то, что коэфформент смотрел. И там дальше было что-то. То есть, тоже все качки мощные, сочные, все идет в триольной пульсации. То есть, опять же, так как я рассказывал все время, что нужно указательный палец, чтобы он подглушал все остальное, то есть, никаких вот этих вот брошенных пальцев, перемещение чистым. Опять же, все взрывное, резкое, потом в конце там игрались квинты. Ну, теперь ждем, короче, когда хейтеры скажут, что Даррелл адепт Фреда, или, я не знаю, или что. Ну, просто Фреда теперь можно говорить, что да, это просто фанаты Пантеры, типа, все такие, короче, там, бивисы, я не знаю, ну, что-нибудь такое надо придумать. Сохронный, то есть, не такие, типа, оля Кири Кингтон. Не возня, а все прям взрывное. Ничего не шуршит, не скрипит, то есть, все мощно четко. Хотя это просто какие-то обычные были такие диванные посиделки. Но, опять же, как говорят, типа, там, про всяких вот плохих гитаристов, он просто не напрягался, он просто стирал педаль. Вот человек, пожалуйста, не напрягался, просто показывал какие-то штуки, как играть. И все зарублено четко. Посмотрим что-нибудь еще. Ну, вот, пожалуйста, еще пример. Это, несмотря на то, что качество видео и звука не супер, но все равно видно, что все, как говорится, по канонам. То есть, большой палец ставится на месте, позиции перемещаются чисто, без скрипа. Все пинты берутся резко, опять же, указательным мизинцем, потому что на помощь новички обычно берут, типа, указательный безымянный. Здесь все как правильно, как надо. То есть, именно указательный мизинец. В паузе, обратите внимание, тут же была убрана громкость. То есть, получается, чтобы людям в уши не гадить. Раз. И потом пошла стружка. Все, опять же, четко, резко. Удар идет в гитару направление. И все, куда нужно. То есть, все строит, попадает и так далее, и так далее, и так далее. То есть, опять же, напомню, господа, что как оно работает. То есть, когда говорят, типа, там, вот, сейчас тысячи людей умеют круто рубить, а вот там пейдж, он такой один, там, или слэш такой один, там, или хэммит такой почерк. Нет, и еще раз нет. Умеет рубить единицы. А вот как раз таких вот, которые или живые, типа, там, хэммит и слэш, и их тысячи. И просто все ученики, все новички и так далее. Поэтому цепляйтесь за каждую возможность послушать такого вот крутого гитариста. И, опять же, когда мы смотрим, допустим, какие-то каверы на Пантеру, я ни разу в жизни пока не слышал нормального кавера, чтобы человек реально прям рубанул. Ни разу в жизни. Может, они где-то и есть, но пока все, что я видел, это всякие там Оллы и другие новички. Давайте посмотрим. Ну вот, мне реально непонятно, чем они слушают. То есть, откуда они это взяли? Откуда это тут? Откуда должно так настолько все не строить? Почему должно такое все быть еле живое в плане звукоизлечения? Ну, есть же оригинал. Его всегда можно послушать. И живое исполнение, и студийное. Давайте глянем какой-нибудь живой кусочек. Ну вот, как видите и слышите, разница просто колоссальная. Поэтому я не понимаю, вот эти все Оллы и другие новички, они вообще чем слушают и чем смотрят? То есть, когда они открывают, допустим, хотят какой-то риф выучить, им понравился. Ну, есть же зачастую образец, как гитарист играет самого. Если гитарист крутой, но бери это не просто ноты, а бери именно манеру игры. То есть, ну, блин, так же нельзя. То есть, я вот это реально не понимаю. То есть, откуда он взял-то тут жижу, что нужно все скрипеть, не строить? Откуда? Ну, в оригинале такого нету. Ни на студийке, ни при живой игре. Где он это взял? То есть, я, например, условно, если открываешь, знаю, какой-нибудь там, Хэтфилд, да? И он играет. Все кусается, все четко, все мощно. А если открою какого-нибудь разборщика? Ты кто это вообще такой? Ну вот, то есть, где он это взял? Каким образом можно было оригинал, который четкий, мощный, вот в это превратить? Каким вообще образом? И, естественно, опять же, когда люди открывают всякие разборы, они начинают думать, что это нормально. И с этого черпают информацию. И в итоге получается то, что реально такой вот идет именно жуховирус полный гитарный. Вот так вот к трендам аккуратненько приделался. Люди открывают всякие разборы, они начинают думать, что это нормально. И с этого черпают информацию, и в итоге получается то, что реально такой вот идет именно жуховирус полный гитарный. Поэтому, господа, подытоживая, играющих гитаристов, играющих круто, единицы. Поэтому хотите прокачивать свою технику, открывайте и старайтесь прям реально следить за каждым движением пальца. То есть я всегда старался снимать очень сильно визуальную составляющую. То есть я, допустим, там много-нибудь расскажу подробно. Допустим, запаркованный мизинец, чтобы он не торчал, я снял у Петруччи. Потом, допустим, вот эту вот левую руку, такую вот аккуратненькую грифу тоже припаркованную, я снял гатригованный и так далее, и так далее. С какие-то вещи там с Гилберта, еще с кого-то. То есть нужно смотреть не просто ноты, что чувак зажал там третий, лад шестой, пятый, там первый и так далее. Смотрите именно, слушайте звукоизлечения, смотрите на работу рук, чтобы все было резко, четко, взрывно, в нужном направлении. То есть не так, чтобы там, помните витос про лук, да, то, что как вообще гитара работает. Забивайте так, чтобы вас стуна колебалась в правильном направлении, не вот так вот. Поэтому вот так вот. Ну, естественно, опять же, отвечая на поставленный вопрос, конечно, Даррелл умел рубить убойно. Здесь без вопросов. То есть и сольная игра, это круто, и с рифами. То есть я просто больше по рифам специализируюсь, потому что я открывал именно рифовую игру. Но, тем не менее, да, там круто было все. Поэтому вот так, и добавить больше нечего. Грустная вот такая вот история с ним произошла. Но, опять же, у нас канал все-таки именно больше гитарный. То есть не биография, такие вещи я не разбираю и не в курсе. Но, тем не менее, вот именно по гитарной игре мы посмотрели немного. И, в общем, все здорово по канонам. Поэтому напомню еще раз то, что тысячи гитаристов играют одинаково хреново, а те, кто играет круто, они играют все немножко по-разному. То есть они собирают нормальную базу, которая у них общая, а дальше добавляют свои фишки. То есть кто-то больше там свистит в жалетах, кто-то там, не знаю, какие-то еще трюки используют. Но база у мощных гитаристов всегда одинаковая. Все, в общем, как обычно, здесь была только правда об игре на гитаре. Поэтому лайкуйте, подписывайтесь и до скорой встречи. Всем пока. Я пытаюсь понять, что с альбом. Ну, окей, окей. Вот так вот. Интересно. То есть рубрика, типа, умеет ли, которая называется, типа, который действительно умел играть. Жуховирус гитарный напал. С разборщика аж чем в монитор сквертанул. Ну, понятно все. Ну, что ж, окей, окей. Главное, что хоть что-то появилось. То есть надо еще будет узнать, на самом деле, у Фреда, куда он там целую неделю куда-то пропадал. Ну, кстати, если он сейчас в Израиле, там же как раз, там тоже своеобразный жуховирус происходит. Может быть, он по этой причине где-то там и пожухает. Даже не знаю, что-то как. Вот. Но, собственно, как-то так. Собственно, посмотрели. Я не знаю, честно говоря, что тут особо комментировать. Но я думаю, что будут люди, которым интересно, что я там сказал. Поэтому, как говорится, раз вам надо, вот я сделал. Спасибо за просмотр. Собственно, видос заканчиваем. Стрим продолжаем. Заходите на стримы, ребятки. И мое почтение.